В эфире служба новостей Саров-24 в студии Терина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске, когда в Сарове появится ФОК, строительство спортивного объекта, обсудили на заседании Думского комитета. Больше 5000 изделий для фронта за несколько месяцев, как работает швейная мастерская волонтерского центра в нашем городе. За успехи в учебе саровским отличникам вручили дипломы губернатора. Далее расскажем по всем подробно. Награждение почетной грамотой города, новые объекты в прогнозном плане приватизации, изменение в положении о младежной палате. В городской думе прошло совместное заседание комитетов. Также на встрече рассмотрели вопрос создания ФОКа в Сарове. История со строительством ФОКа в Сарове длится уже больше 10 лет, и каждый раз все упирается в нехватку финансирования. Сейчас, по словам представителей администрации, область строит объекты преимущественно ФОКи открытого типа, там, где спортивной инфраструктуры нет совсем. Мы со своей стороны пытаемся участвовать и обсуждать и на региональном уровне, и на федеральном уровне, и рассчитываем, что все-таки наше мнение будет учтено. У нас есть несколько мест для размещения ФОКов. Это, прежде всего, мы рассматриваем микрорайон 15, потому что объект достаточно удален от всех спортивных объектов микрорайонов, и плотность селения достаточно высокая. Еще одно место, где может появиться спортивный объект – стадион за спорткомплексом «Юниор». При этом есть вариант построить там не ФОК или ФОКОТ, а модульный спортивный зал. Эта программа подразумевает техническое финансирование основы и площадки для размещения за счет средств местного бюджета. Остальной объект будет предоставлен. То есть это готовое модульное решение. В общем-то, это, конечно, не ФОКОТ, но в целом это тоже дополнительный спортивный объект, который позволил бы заниматься в любую погоду. Предпроектной подготовки минимум, поскольку существует уже готовое решение, которое нужно лишь привязать на местность. Заявку Министерства спорта региону уже отправили. Ответа пока нет. Однако инициатива со строительством модульного спортзала поддержку у народных избранников не нашла. Например, депутаты опасаются, что после строительства этого объекта вопрос с ФОКОМ совсем закроют. Место размещения зала тоже вызвало дискуссии. Там сконцентрировалось подкупный центр. Через дорогу, если мы перейдем, там замечательный сейчас построится у нас стадион 12-й школы, который также будет пользоваться спросом. Зачем нам концентрировать? Значит, в этой части города, в центре, столько спортивных объектов. Кроме того, предложенный вариант – это просто зал с подсобными помещениями, в котором нет трибун. То есть проводить там соревнования будет нельзя. При этом компания, которая занимается этими модульными объектами, предлагает различные модели. Например, в Сарой у всего одна закрытая ледовая арена. И места для тренировок и детским, и взрослым хоккейным клубам порой не хватает. Большая проблема с ледовым. Да, хорошо. Закрытый ледовый. Вот, с катанием. И если бы это был не баскетбольный зал, да, или паркет, а, например, модульная ледовая площадка, вот это было бы идеальное решение для этого места. Депутаты решили вернуться к этому вопросу и привлечь спортивную общественность и горожан, чтобы сообщать, решить, какой именно объект и где нужен. Но войдет ли Саров в эту программу в итоге, так пока и непонятно. В Сарой прошла торжественная церемония награждения отличников первого полугодия этого учебного года. Ребята получили поздравительные дипломы от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с презентацией нового проекта «Наймарк». С первого по четвертый класс Марина Гончук училась на одни пятерки. В средней школе не все предметы девушки давались легко. Особенно сложной казалась математика. К девятому классу Марина преодолела трудности в учебе и закончила основное общее образование с красным аттестатом. Сейчас, будучи в десятом классе, Марина Гончук четко поставила себе цель выйти на золотую медаль. Биология, химия. Обожаю. Ну, к языкам есть способность. Ну, не то, что прямо из любимых, но почему бы и нет. Очень хочу в Москву. Высшая школа экономики – это мечта. Это очень четкая мечта, цель, к которой я иду, к которой я стремлюсь и прикладываю огромное количество усилий, чтобы достичь этой цели. На торжественной церемонии отличников первого полугодия 2022-2023 учебного года наградили специальными поздравительными дипломами от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Такое мероприятие для Сарова прошло впервые. В своем обращении глава региона представил ребятам новый образовательный проект IT-кампус «Неймарк», в рамках которого учащиеся могут предложить свои идеи для продвижения талантливой молодежи. Вся команда правительства Нижегородской области заинтересована в каждом из вас. Мне безумно приятно видеть целый зал отличников с 8 по 11 класс. Это здорово. Это значит, что есть цель. Это значит, что есть мотивация. Это значит, что есть стремление и движение вперед. Это значит, что вы хотите быть впереди. И это значит, что именно от вас, прежде всего, будет зависеть будущее этого города, будущее Нижегородской области. Отличники признаются, что учиться на одни пятерки – дело непростое. Нужны большие усилия, недюжинная сила воли и целеустремленность, чтобы держать планку, добиваться своего и всегда быть в рядах первых. В 11 классе очень, на самом деле, тяжело совмещать какие-либо увлечения вместе с учебой, но приходится отказываться от каких-то других потребностей и полностью фокусироваться именно на учебе. И все оставшееся свободное время отдавать либо просто отдыху, либо каким-то другим занятиям. Я лично занимаюсь спортом. Руководители департамента образования пожелали отличникам Сарова дальнейших успехов в учебе и покорения новых вершин. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Размеры выплат по соцконтрактам изменятся в этом году, сообщает Управление социальной защиты населения Сарова. На трудоустройство выплаты составят 14 729 рублей ежемесячно. Всего предполагается 4 выплаты – в первый месяц заключения контракта и в течение трех месяцев после трудоустройства. На иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации размер ежемесячных выплат также увеличится и составит 14 729 рублей сроком до 6 месяцев. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прием заявок на отсрочку для сотрудников IT-компании в рамках весеннего призыва начнется с 23 января на портале Госуслуг. Призыв на срочную военную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля. Меняются правила подачи таких заявлений. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. Гражданам нужно будет успеть подать заявление в срок до 6 февраля. На отсрочку могут претендовать сотрудники в возрасте от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору, с высшим образованием по специальности и с перечней подпадающих под отсрочку и проработавшие в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. На 32% проиндексировали зарплаты нижегородских учителей с 1 января. По прогнозу Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области среднемесячный доход от трудовой деятельности в этом году составит 44 360 рублей. Средняя заработная плата учителей должна соответствовать данному уровню, сообщило ведомство. Неоплаченные штрафы ПДД с россиян будут списываться автоматически с банковского счета должника. Для этого теперь не нужно участие судебных приставов и оформление бумажных документов. Новые правила начали действовать с начала года. Для взыскания административного штрафа законом установлен срок – два года с датой вступления в законную силу. Восстание машин. На проспекте Ленина автомобиль без водителя врезался в стену жилого дома. Автовладелец на Киа Спортедж подрезал на перекрестке легковушку. Позвущенный сигналом вслед вышел разбираться. А Киа продолжила движение уже самостоятельно. Лихач был так увлечен разборками, что самоуправство машины не заметил. Внедорожник преодолел перекресток и затормозил о стену дома. Больше 5000 позиций саровские волонтеры сшили для фронта. Осенью прошлого года на базе волонтерского центра «Радость моя» открылась швейная мастерская. Толчком к ее созданию стало общественное движение «Золотые руки ангела», которое занимается изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 98 городах России. На чем сейчас работают в мастерской, что необходимо для работы саровских волонтеров, узнала наша съемочная группа. Дорогой солдат, мы все переживаем за тебя. Желаем тебе здоровья, тепла, хороших товарищей, вкусных обедов. Письма саровских детей с такими нужными и важными словами поддержки, продукты, одежды и другие вещи первой необходимости наш город регулярно отправляет в зону СВО. За несколько месяцев саровские волонтеры сшили для фронта больше 5000 изделий. Среди них шапки, балаклавы, пятиточечники, подсумки. Трико, теплое, нательное белье шили. Эвакуационные стропы мы стали шить, запустили, потому что тоже большим спросом пользуются у ребят, у бойцов. Но, в принципе, большого объема такого ассортимента мы не делаем. Сосредоточились на основном, но в больших количествах, в больших объемах уже начали отшивать. Толчком к созданию швейной мастерской в нашем городе стало общественное движение «Золотые руки ангела», которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 98 городах России. Желающие помогать откликнулись быстро. Сегодня мастерская работает практически ежедневно. Люди приходят, когда у них появляется свободное время. Кто-то берет работу на дом. Работу уже все, в принципе, знают. Процесс у нас налажен. Кто-то у нас по звездочкам, по звеньям. Есть звеньевые, которые отвечают за позиции, которые мы отвечаем. Шапки столько-то человек отшивают. Балакова, там тоже группы распределены на пятиточечники. Больше всех сил у нас брошено, потому что трудоемкий процесс и поделен на несколько функций. Кто-то делает стропы, нарезает, тушить не может. Но рук порой не хватает. Поэтому каждый, кто хочет помочь солдатам СВО, может обратиться в волонтерский центр «Радость моя». Сейчас швейная мастерская остро нуждается в закроечном столе. Для этой работы приспособили журнальный столик в другой комнате. Но работать на нем все равно очень сложно. Сейчас самое основное, в чем мы нуждаемся, в нормальном, хорошем закроечном столе. Это намного упростит нашу работу, потому что данный стол, где мы здесь, состоит из нескольких обычных письменных столов, которые приходят в негодность. Соединительные швы мешают процессу раскроя. Также сейчас нужны материалы. Близится весна и вместо теплых флисовых материалов будут шить из ХБ, футера и других более легких тканей. Дополнительную информацию можно получить по номеру плюс 7 906 353 46 37. Хореографические коллективы состязались в мастерстве в муниципальном этапе конкурса «Грани таланта». Во Дворце детского творчества выступили пять коллективов. Члены жюри оценили 21 эстрадный, современный и народный танец и выбрали лучшие композиции в четырех возрастных группах. Перформанс на сцене Дворца детского творчества проникновенный и завораживающий. Танец «Взгляд» из Марианской, воспитанец студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» открыл муниципальный этап областного конкурса «Грани таланта». Хореографический коллектив Анны Козловской представил на суд жюри 11 номеров. Из них юные танцоры заняли одно третье, четыре вторых и шесть первых мест. Мы готовились на занятиях, мы постоянно там их повторяли, работали над этим, над четкостью, чтобы более попадать в музыку. В общем, усердно, немного. Я считаю в нашем выступлении сложным танцем распаковка, потому что мы переставляли, много работали, трудились и много репетировали. Эстрадные, современные и народные номера готовили в трех номинациях по четырем возрастным группам. Ансамбль «Карусель» детской школы искусств номер два подготовил четыре номера. Все работы воспитанниц Светланы Ершовой получили высокую оценку. Сольный казахский танец «Балбарауин» Богдан Ежов готовил долго. Техника достаточно сложна, но повторить движение недостаточно. Важно передать зрителю частичку казахской культуры, что у юного конкурсанта вне всяких сомнений получилось. Богдан занял второе место. Когда мы получили положение, мы решили, что мы будем участвовать в городском конкурсе. Дает возможность детям посмотреть на другие коллективы, посмотреть, как выступают другие дети, то есть чем живет город, на каком уровне находится наша хореография в городе. Это очень важно, кто танцует народные танцы, кто танцует современные, кто эстрадные. То есть это очень важно, просто посмотреть, чем живет город. Детский хореографический коллектив «Азарт» Центра культуры «Досуга» в Ниев выступил дважды и оба раза удачно, заняв первое и третье место. Студия «Колорит» Центра внешкольной работы представила три танца. Два из них – «Танец пингвинов» и «Оливковый лен» заняли второе место. Вообще очень здорово, что этот конкурс проводится у нас в городе, потому что это хорошая возможность выставить всех участников, и для них это будет большим опытом преодоления себя, чтобы не боялись сцены, испытали этот страх и больше уже никогда не испытывали. В ближайшее время видеоматериалы лучших композиций будут направлены в Нижний Новгород, где жюри выберет участников финала конкурса «Грани таланта». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА